Большой инвестпроект в несколько миллиардов. Строительство набережной от Ягорбского моста до моста Октябрьского. На этой территории появятся рестораны, гостиницы, парки и скверы. Причем город будет финансировать лишь строительство инфраструктуры. Остальное ляжет на плечи инвесторов. По генеральному плану мы должны построить дальше проезжую часть до Липнихта. Три полосы увезти на Липнихта, одна полоса уйдет на Ленина. Как только мы это сделаем в ближайшее время, то у нас появляется, освобождается советский проспект от транспорта. Это не значит, что он будет только пешеходным, потому что здесь очень много коммерческих предприятий. Убранство советского проспекта в более чем миллиард рублей планируется произвести также за счет частных инвестиций. Кроме этого, в Череповце начнется строительство рекреационной зоны в Заречье в районе улицы Архангельской. Здесь должна появиться коммерческая недвижимость и жилье для череповчан. У нас достаточно редко в городе проходят подобные события, поэтому интересно узнать, что администрация города, области готовит для бизнеса, для потенциальных инвесторов. Что планируется у нас в городе, в чем можно поучаствовать, как можно вложить свой вклад в развитие нашего города. Представили сегодня и огромный проект по строительству индустриального парка «Череповец». На территории между металлургическим комбинатом и химическими предприятиями планируется запустить еще несколько производств. Инвестиции колоссальные, свыше 5 миллиардов рублей. Это как промышленное производство, так и социальности. И в чем социальности, я хочу сказать, что те приоритеты, которые мы определили в стратегии, это прежде всего развитие образования, культуры, развитие инфраструктуры, мы не удерживаемся. То есть мы каждый год подводим итоги и видим, что мы достижаем этих показателей. Представили на форуме сегодня и новый электронный проект для бизнесменов – инвестиционный атлас. Вы можете выбрать параметры любого проекта, и мы вам, инвестиционное агентство, сопроводит ваш проект, на каком бы этапе его развития он не находился. Выбираете границы от 100 миллионов до миллиарда рублей, и для вас высвечивается перечень инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы на территории города Череповца. Свои программы для развития представили и банки, которые аккредитуют бизнес. Тема форума, на которой мы сегодня собрались, актуальна во все времена. Поддержка местных предпринимателей, привлечения инвестиций, поиск новых точек роста и развития бизнеса делается необходимым условиям повышения конкретно способности всей экономики. Я желаю участникам форума плодотворной работы поиска оптимальных решений, учитывающих сегодняшние реалии и обязательную уверенность в завтрашнем дне. Инвестиционный форум длился несколько часов, и по его окончании было принято несколько реальных договоренностей между муниципалитетом и бизнесом. Такая работа будет продолжена в внешних непростых экономических условиях развития города напрямую зависит от предпринимателей.